Геннадий Малахов. Целительные силы. Том 1. Очищение организма и правильное питание. Читает автор. В данной книге даны рекомендации по оздоровлению организма человека нетрадиционными методами, без применения лекарств, элементы хатхи йоги, позволяющие мобилизовать защитные силы организма и избавиться от различных заболеваний. Даются рецепты чистки организма от продуктов распада, угнетающих жизненные силы. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Предисловие автора. Многие люди хотят, чтобы их излечили другие, или чтобы это было сделано с помощью какого-нибудь инструмента, не признавая своей вины и не стараясь найти свою ошибку, являющуюся причиной их беды. Жорж Асава. Не получая помощи от других людей, я стал искать причины ухудшения своего здоровья. Сначала читал популярную литературу по оздоровлению, а затем и специальную, научную. Постепенно мне открылся великолепный мир целительных сил. В хаосе отрывочных сведений и путаницы обнаружился порядок, законы, которым надо неукоснительно следовать и которые беспощадно карают несоблюдающих. Отметая все лишнее и ложное, я стал следовать этим законам, рекомендовать их другим людям, а также стал замечать, как это делают другие люди, добивающиеся удивительных результатов в создании своего здоровья. В ходе своего исследования я наткнулся на массу уникальных научных разработок и исследований, которые объясняли феномен исцеления с помощью питания. К сожалению, все недостояния специальных научных изданий и когда придут широкие массы, неизвестно. За прошедшие 100 лет в нашей жизни наиболее существенно изменилось питание. Появилось очень много рафинированных и искусственных продуктов, которые оказались неприспособленными к эволюционно сформированным механизмам переработки и усвоения пищи. Желудочно-кишечный тракт портится и изнашивается в первую очередь, а от него патология распространяется дальше. Поэтому величайшая редкость – настоящее здоровье. Но в большинство случаев оказывается достаточным изменить питание и организм быстро начинает самовосстановление. Помните древнюю заповедь «Если ты заболел, измени образ жизни. Если это не помогает, измени питание. Если и это не помогает, тогда прибегай к лекарствам и врачам». В данной работе я предпринял попытку обобщить и с научной точки зрения объяснить, от каких рычагов зависит наше здоровье. Зная их, вы можете целенаправленно приводить рычаги в действие и исцелять самих себя. Раскрытию механизмов исцеления с помощью питания и очищения тела посвящен этот том. Автор выражает признательность всем самоотверженным людям, которые по крупицам добывали знания о человеке. Часть первая. Чистки организма. Толстый кишечник. Наука о строении человеческого тела является самой достойной для человека областью знания и заслуживает чрезвычайного одобрения. Вязали. Единицы из многомиллионной массы людей по-настоящему знают о роли толстого кишечника в деле поддержания крепкого, стабильного здоровья. Мудрецы древности, йоги, тибетские и египетские врачеватели давным-давно знали истину, что толстый кишечник должен содержаться в идеальном порядке, если хочешь быть здоровым. Вот высказывание величайшего целителя всех народов и времен Иисуса Христа, записанное его учеником Иоанном в манускрипте «Евангелие мира Иисуса Христа, относящиеся к первому веку нашей эры». Внутренняя грязь еще страшнее, чем грязь наружная, потому тот, кто очищается только снаружи, остается нечистым внутри, похож на гробницу, украшенную блестящей живописью, но внутри наполненной мерзопакостью. Иисус Христос дает и простое средство для очищения толстого кишечника – клизму. Возьмите большую тыкву, снабженную спускающимся вниз стеблем, длиной в человеческий рост. Очистите тыкву от ее внутренностей и наполните речной водой, подогретой солнцем. Повесьте тыкву на ветке дерева, преклоните колени перед ангелом воды и потерпите, чтобы вода проникла по всем вашим кишкам. Просите ангела воды освободить тело ваше от всех нечистот и болезней, наполняющих его. Потом пустите воду из тела своего, чтобы с нею устремилось из тела все нечистое и зловонное. И увидите собственными глазами, и почувствуйте носом своим все мерзости и нечистоты, которые оскверняют храм вашего тела. И поймете вы также, сколько грехов обитало в вас и терзало вас бесчисленными болезнями. Сказано очень сильно. Давайте подробнее разберемся на основе современных научных достижений с ролью толстой кишки. Параграф первый. Анатомия толстой кишки. Толстая кишка является конечной частью пищеварительного тракта человека. Ее началом считается слепая кишка, на границе которой с восходящим отделом в толстую кишку впадает тонкая кишка. Заканчивается толстая кишка наружным отверстием заднего прохода. Общая длина толстой кишки у человека составляет около двух метров. В толстом кишечнике выделяют две части, ободочную и прямую. Диаметр различных отделов толстой кишки не одинаков. В слепой кишке и восходящем отделе он достигает 7-8 сантиметров, а в ситовидной всего 3-4 сантиметра. Стенка ободочной кишки состоит из четырех слоев. Изнутри кишка покрыта слизистой оболочкой. Она вырабатывает и выделяет слизь, которая уже сама защищает стенку кишки и способствует продвижению содержимого. Под слизистой оболочкой расположен слой жировой клетчатки. Под слизистой оболочкой, в которой проходят кровеносные и лимфатические сосуды. Затем идет мышечная оболочка. Она состоит из двух слоев. Внутреннего циркулярного и наружного продольного. За счет этих мышечных слоев происходит перемешивание и продвижение кишечного содержимого по направлению к выходу. Сирозная оболочка покрывает толстую кишку снаружи. Толщина стенок ободочной кишки в различных ее отделах не одинакова. В правой половине она составляет всего 1-2 мм, а в сигмовидной кишке 5 мм. Посмотрите на рисунок 2. На нем ясно видно, что толстый кишечник располагается в брюшной полости и соприкасается, либо располагается в непосредственной близости со всеми брюшными органами. Прямая кишка у мужчин спереди предлежит к мочевому пузырю, семенным пузырькам, предстательной железе. У женщин – к матке и задней стенке влагалища. Воспалительные процессы с этих органов могут переходить на прямую кишку и наоборот. Параграф 2. Функции толстой кишки. Функции толстой кишки многообразны, но выделим основные и разберем их по порядку. Всасывательная. В толстом кишечнике преобладают процессы реадсорбции. Здесь всасывается глюкоза, витамины и аминокислоты, вырабатываемые бактериями кишечной полости. До 95% воды и электролиты. Так, из тонкой кишки в толстую ежедневно проходит около 2 килограмм пищевой кашица – химуса. Из него после всасывания остается 200-300 граммов кала – эвакуаторная. В толстой кишке накапливаются и удерживаются каловые массы до выведения наружу. Хоть каловые массы продвигаются по толстой кишке медленно, если кишечное содержимое проходит по тонкой кишке 5 метров за 4-5 часов, то по толстой всего лишь 2 метра за 12-18 часов. Но тем не менее, они нигде не должны задерживаться. Прежде чем разобрать другие функции толстого кишечника, разберем случай задержки эвакуаторной функции. Отсутствие стула в течение 24-32 часов следует рассматривать как запор. Обложенный язык, вонючее дыхание, внезапные головные боли, головокружение, апатия, сонливость, тяжесть в нижней части живота, вздутие живота, боли и урчание в животе, снижение аппетита, замкнутость, раздражительность, мрачные мысли, насильственный недостаточный стул – это признаки запора. Одна из наиболее частых причин запора – принятие высококалорийной пищи малого объема. Дурная привычка утолять голод бутербродом с чаем или кофе приводит к тому, что каловой массы в кишечнике образуется мало. Она не вызывает рефлекс на стул, в результате чего по несколько дней не бывает дефекации. Это явный случай запора, но даже при регулярном стуле большинство людей страдают от скрытой формы запора. В результате неправильное питание, в основном крахмалистой и вареной пищей, лишенной витаминов и минеральных элементов – это картофель, мучные изделия из муки, тонкого помола, обильно сдобренные маслом, сахаром, причем в перемешку с белковой пищей, мясом, колбасой, сыром, яйцами, молоком. Каждая такая еда проходит через толстый кишечник и оставляет на стенках пленку кала – накипь. Скапливая в складках карманах, дивертикулах толстого кишечника, из этой накипи образуются при обезвоживании, ведь там всасывается до 95% воды каловые камни. Как в первом случае, так и во втором. В толстом кишечнике идут процессы гниения и брожения. Токсические продукты этих процессов вместе с водой попадают в кровяное русло и вызывают явление, именуемое кишечной аутоинтоксикацией. Вот что пишет профессор Петровский в статье «Еще раз о питании и о теориях и рекомендациях». Это журнал «Наука и жизнь», номера с 5 по 8, 1980 год. Еще Мечников утверждал «Кишечная аутоинтоксикация – главное препятствие в достижении долголетия». В экспериментах он вводил животным гнилостные продукты из кишечника человека и получал у них выраженный склероз аорты. Выраженная аутоинтоксикация может развиваться при наличии трех условий. Это малоподвижный образ жизни, питание рафинированной, преимущественно масляной пищей с резкой недостаточностью в ней, овощи, зелени и фруктов, нервно-эмоциональные перегрузки, частые стрессы. Следующим важным моментом является то, что толщина стенок толстого кишечника в основном 1-2 мм. Поэтому через эту тонюсенькую стеночку в бурючную полость легко проникают токсические выпады, отравляющие близлежащие органы, печень, почки, половые органы и так далее. Примите 1-3 столовые ложки свежевыжатого свекольного сока. Если после этого моча у вас окрасится в бурячный цвет, то это означает, что ваши слизистые оболочки перестали качественно выполнять свои функции. И если сок свеклы окрашивает мочу, то также легко через эти стенки проникают и токсины, циркулируя по всему организму. Обычно годам к 40 толстый кишечник сильно забивается каловыми камнями. Он растягивается, деформируется, сдавливает и вытесняет со своих мест другие органы брюшной полости. Эти органы оказываются как бы погруженными в каловый мешок. Ни о какой нормальной работе этих органов не может быть и речи. Внимательно рассмотрите рисунок 3 и почитайте к нему пояснение. Сдавливание стенок толстого кишечника, а также длительный контакт каловых масс с кишечной стенкой, а есть каловые камни, которые десятилетиями прикипели к одному месту, приводит к плохому питанию данного участка, слабому снабжению его кровью, вызывает застой крови и отравление токсинами от каловых камней. В результате развиваются различные заболевания. Из-за поражения слизистой оболочки различные виды калиты. От пережатия и застоя крови в самой стенке толстой кишки, геморрой и варикозное расширение вен. От длительного воздействия токсинов на одно место, полипы и рак. О массовости вышеописанной картины можно судить по статистическим данным, приводимым доктором медицинских наук профессором Петровым в брошюре «Факультет здоровья номер 9 за 1986 год». При профилактических осмотрах практически здоровых людей проктологические заболевания выявляются у 306 из 1000. Рисунок 3. Патологически толстый кишечник. Заштриховано с залежи каловых камней. Пояснение к данному рисунку взятым из русского народного лечебника Петра Куринова и книги «Искусство вылечит самого себя природными средствами мантования Рамола». Прочитайте их внимательно. От неправильной диеты, недопустимых смесей в пище, происходит засорение и деформация толстой кишки. На рисунке 1 изображена толстая кишка в том виде, в каком она должна быть. Но в 99 случаях из 100 она больше напоминает изображенную на рисунке 3, то есть раздутую от каловых камней, в середине которой проходит маленький проход. Обратите внимание на разрез толстой кишки. На нем в центре виден просвет в каловом веществе, которое находилось там 20 и более лет. Выдающийся немецкий врач-хирург сделал 280 посмертных вскрытий и в 240 случаях обнаружил приблизительно такую картину, как на рисунке 3. Другой врач из Лондона, разрезав толстую кишку одного умершего человека, извлек из нее 25 фунтов, это 10 килограмм старого закаменелого кала, который и по сей день хранить в большой банке со спиртом, чтобы наглядно показывать. Некоторые хирурги заявляют, что до 70% вырезанных ими обудочных кишок содержат чужеродный материал, глисты, а также фекальные, застывшие как камень, застарелые за многие годы массы. Внутренние стенки кишечника оказываются поэтому покрытыми давно попавшим туда материалом, нередко окаменевшим. Они напоминают свод печи, нуждающийся в полной очистке. Доктор Ламур заявляет, мы можем со всей уверенностью сказать, что основной причиной 9 десятых тяжелых болезней, от которых страдает человечество, является запор и задержка фекальных масс, которые должны были бы выводиться из организма. Доктор Илья Мечников в книге «Изучение человеческой природы» приводит данные, согласно которым из 1148 рассмотренных им случаев рака кишечника, 1022, то есть 89% возникли в толстом кишечнике. Приведу выдержку из лекции народной целительницы Семеновой Надежды Алексеевны. Ежесекундное отравление телами-ядами через кишечный барьер создает определенную концентрацию шлаков в крови. Одна половина человечества способна задержать в теле растворители шлаков. Это жир и вода. Люди пухнут, сильно увеличиваются в размерах. Вторая половина, вероятно, из-за свойства его кишечника и определенного порядка в обмене веществ не удерживают растворители шлаков. Эти сохнут. Концентрация шлаков в крови последних, несчастных, должна быть больше, чем у толстых. Народная мудрость по-своему оценила это природное явление. Пока толстый сохнет, сухой сдохнет. Оба типа страдают от запоров, от завалов, от отравлений собственными каловыми камнями. Отравление идет медленно. К нему привыкают с детства. С пеной у рта отстаивая свои привычки у питания. Свои любимые пельмени, ватрушки, пироги с мясом, молочной каши. Творог с сахаром по утрам. Еще бы. Сила и дань привычки. Но так все идет, пока болезнь не припрвет к стенке. Когда врач, по словам доктора Амосова, выдаст вам вексель, который, увы, никто не сможет оплатить. Также медленно с детства развивается атония толстого кишечника. Из-за отравлений стенки толстого кишечника, а также растягивания ее каловыми камнями, нервы и мышцы стенки толстой кишки настолько парализуются, что перестают отвечать на нормальный рефлекс. Перистальтика отсутствует. Отсюда позыва на опорожнение недолгое время. Запором способствует игнорирование, опять-таки, с детства, позыва на опорожнение. Вот типичный пример, взятый мной из книги Монтовани Рамола «Искусство вылечит себя природными средствами». Когда за несколько минут до перемены школьник чувствует нужду, но сдерживается, не решаясь попроситься, так как опасается, что ему в этом могут отказать, что он обратит на себя внимание и прочее, антиперистальтическое движение отодвигает материал в подвздошную область, где он накапливается. Позывы стихают или даже исчезают совсем. Но вот звенит звонок на перемену, ребенок с увлечением начинает играть, и вновь позыв дает о себе знать. Но он это опять подавляет, думая, что ему хватит времени после игры, чтобы сходить в уборную. Но вот совершенно неожиданно для него наступает пора опять возвращаться в класс. А нужда опять-таки дает о себе знать. На этот раз, опасаясь замечаний, он не решается попроситься выйти и делает все усилия, чтобы перетерпеть. Причем, если такая задержка повторяется неоднократно, то вскоре она вызывает снижение активности и чувствительности нервов, отвечающих за эту функцию. Рефлексы не дают необходимого возбуждения, а чувство нужды притупляется, как бы отходит на второй план. И ребенок даже не замечает, несмотря на плохое пищеварение, тяжесть в голове, пониженную успеваемость, что в течение четырех, а то пяти дней подряд он не ходит в туалет. И в зрелом возрасте утренняя спешка, неуютный туалет, частые командировки и так далее, приводят к запорам. Выше написанное особенно относится к женщинам. Из ста лечившихся женщин, 95 болеют запорами. Беременность, особенно во второй половине, также способствует запорам. Я пока не буду подводить итоги последствий запора и загрязнений толстого кишечника каловыми камнями. Более полная картина будет ясна при описании других функций толстого кишечника. Выделительная. Толстая кишка обладает способностью выделять просвет пищеварительные соки с небольшим количеством ферментов. Из крови в просвет кишки могут выделяться соли, алкоголь и другие вещества, которые иногда вызывают раздражение слизистой оболочки и развитие болезней, связанных с ней. Таков же механизм раздражающего действия на слизистую оболочку толстой кишки соленой и острой пищи. Как правило, геморрой всегда обостряется после кушания селедки, копчений блюд с уксусом.